Закаливаются по неволе. Вот уже 8 месяцев жильцы дома 4611Б страдают от перебоя водоснабжения. По их словам, из крана горячая вода идет только утром. В течение дня она становится еле теплой. Лейсанг Драшитова выехала на место. Полотенцесушитель у нас всегда в теплом положении, не в горячем, именно в теплом. По наблюдениям Вадима Гришина, горячим он бывает только утром, когда семья собирается на работу и в детский сад. Раньше они пользовались бойлером, однако недавно он сломался. Дома живем с маленькими детьми, 3-5 годиков. Когда нужна горячая вода, ее нет. Подмыться, принять душ, воды нет. Вместо горячей идет теплая. Перебои с горячим водоснабжением происходят и на кухне. Сейчас Вадим Гришин проводит эксперимент. Горячая вода включена на максимуме. С помощью термометра он измеряет температуру. Результаты можно увидеть на экране. Как видим, вместо горячей воды бежит теплая. На еле теплую воду жалуются и другие жители дома. Я хорошо выросла в деревне и летом живу в деревне Дачи. Там я разогреваю воду и здесь точно так же. Первый раз посуду мою этой горячей водой, потом холодной водой только полоскаю. Полоскаю. Горячую воду я почти не открываю, поэтому моюсь у детей. Дети живут у меня рядом. Что хорошего? Во-первых, это обман. По жилищному кодексу сколько она должна быть? 60-65. А то и больше градусов. И идет подогрев еще воды. За это мы платим, за все мы платим. А в результате? Жителям приходится покупать бойлеры. Обращение в управляющую компанию результата не приносят, жалуются они. Приходили уже несколько раз, замеряют температуру воды. Говорят, что все нормально. Видимо, перед тем, как прийти, может, что-то они там включают воду дополнительно, чтобы прогревалось или еще что-то. Как они только уходят, буквально через час-два уже вот опять такая же ситуация. По словам жителей дома, они уже обращались в жилищную инспекцию, прокуратуру, в автозаводский с полком. В многоэтажке регулярно происходят порывы горячего водоснабжения. Последствия очередной аварии, которая произошла в декабре, видны до сих пор. Вся вода была на полу. Даже подтеки все видно. Неоднократно мы подавали заявки с соседями по поводу того, чтобы устранили течь. Только после того, как мы позвонили в 112, нам решили эту проблему. И то не сразу же, а через два дня. В результате была произведена частичная замена ржавой трубы. Старшая по дому предположила, что управляющая компания снизила температуру горячей воды в подвале, чтобы исключить частые порывы. Однако в обслуживающей организации перебои и постоянные порывы связывают с многочисленными нарушениями со стороны жильцов. Это переустройство и переоборудование общедомовых инженерных сетей. Второе – снижение температуры из-за подмесов, которые создают неправильное использование байлеров, гигиенических душев, полотенцушителей, лесенки, заужение диаметра труб, которые создают сопротивление, повлекшее к нарушению инженерных расчетов при проектировании дома. Но решить проблему можно, пояснили в обслуживающей организации. Для замены трубопровода необходимо попасть в региональную программу капитального ремонта. Однако многоэтажному дому всего пять лет. В связи с этим жильцы должны провести общее собрание, оформить соответствующие документы, которые управляющая компания направит в региональный фонд, пояснили нашей съемочной группе. Лисанг Абдрашитова, Артем Колесов, Новости набережной Челны.